Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации по теме химоружия в Сирии указал на неверное трактование западными партнерами законов физики, химии и математики, когда они обвиняют Дамаск в применении химического оружия. В СБ ООН ежемесячно проходят заседания по сирийскому химдосе. Западные члены Совбеза регулярно обвиняют власти Сирии в применении химоружия и в отказе сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия ОЗХО. В июле 2020 года исполнительный совет ОЗХО дал Сирии 90 дней на то, чтобы сообщить в организацию о заводах, на которых производилось химоружие, якобы использованное в марте 2017 года, а также на то, чтобы заявить о якобы имеющемся сейчас у Дамаска химическом оружии. Как сообщали СМИ, в ноябре 2020 года гендиректор ОЗХО Фернандо Арьез заявил, что Сирия не смогла уложиться в 90-пневный срок. Вслед за этим на конференции в апреле 2021 года страны, члены ОЗХО, приняли резолюцию, приостанавливающую права и привилегии Сирии в организации. «Уверен, что и сегодня мои западные коллеги по традиции, вопреки фактам и здравому смыслу, бросятся восхвалять это решение, поразить САР в правах в ОЗХО РЭД и превозносить его якобы широкую поддержку со стороны стран-членов ОЗХО. Что же, если меньше полвины голосов «За» и лишь 6 из 15 голосов от членов «Суббота» в поддержку? Это для вас широкая поддержка, не будем с вами спорить». «Видимо, нас с вами по-разному учили арифметики», — сказал Полянский. Он подчеркнул, что Дамаск продолжает добросовестно выполнять свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и не отказывается от сотрудничества с ОЗХО, дипломат указал, и на разницу в трактовании законов физики. В наших учебниках, например, говорится о силе гравитации, которая при падении предметов с высоты вызывает их деформацию. То есть цилиндры с хлором, якобы сброшенные с воздуха в городе Думе в апреле 2018 года, не могли не иметь характерных повреждений, как и кровать, на которую один из них якобы упал, не говоря уже о том, что при прохождении через балки перекрытий не может остаться неповрежденным клапан баллона», — заявил первый зампост преда. В 2020 году ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждалось, что при атаке использовалось токсическое химическое вещество, вероятно, хлор. В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию. Полянский также упомянул о кратере от якобы падения авиабомбы в Ханшейхуне. Как заявил дипломат, он по всем признакам выглядит как результат подрыва наземного снаряда. В этой же коллекции — фантастические заключения MOVES — миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии RED. Где-то снаряды попадают в вентиляционные шахты, заточенные ровно под их диаметр, то ненаводящиеся авиабомбы вместо свободного падения подлетают по горизонтальной траектории по 5 километров до цели. Вас и инспекторов ОЗХО это, похоже, не смущает. Такими темпами ОЗХО сможет претендовать на еще одну Нобелевскую премию, на этот раз по альтернативной физике, за открытые новых законов, заявил Полянский. Да и, пожалуй, у нас с вами разные представления о законах химии. Наши представления, например, предполагают, что баллон не может успеть, как это утверждается в докладе ГРИ. Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия RED по Саракибу наполовину заржаветь менее чем через 12 часов после падения на Землю. Это опять же какая-то фантастическая скорость химических реакций, отметил первый зампостпреда. Также, по его словам, никакой научной критики не выдерживают попытки выдать за боевое химическое вещество мизерные частицы хлора, обнаруженные в Думе, которые могли образоваться по множеству разных, в том числе бытовых, причин. ОЗХО ранее представила результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечалось, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами. ОЗХО заявила, что имеет весомое основание полагать, что в ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводилось. Ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек. Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории Арабской Республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Продолжение следует...